109 лет назад, 27 января или 9 февраля по новому стилю, на внешнем рейде Порт-Артура японская эскадра атаковала русские боевые корабли. В бухте Чимульпо Жёлтого моря оказались заблокированный фейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Сдаться и остаться в живых – это предложение врага было решительно отвергнуто русскими моряками. Бесчестью они предпочли смерть. Спустя два столетия о славном подвиге «Варяга» вспоминают во всём мире. Ровно 109 лет назад в русско-японской войне гвардейский корабль «Крейсер Варяг» так прославил Россию, что вот уже 109-я годовщина, а мы собираемся, а мы рассказываем морякам, в принципе, вышли на оружие одинаковое. Но главное, мы выходим на дух, который присутствует у моряков. Несмотря на проливной дождь у могилы участника исторического сражения, матроса первой статьи крейсера «Варяг» Петра Шевнова, ветераны флота и молодое поколение моряков-черноморцев, матрос Константин Скорюкин, дипломированный психолог, прибыл служить в Севастополе из Москвы. Говорит, отдать дань памяти героям – настоящая честь для него. Изучая в школе историю военно-морского флота и, попав на Черноморский флот, я и представить не мог, что соприкоснусь так или иначе с событиями, произошедшими тогда в порту Чемульпы. Это большая честь для меня. Перед торжественным митингом клирик храма всех святых, расположенного на старом городском кладбище, Иерей Сергий Климачёв, совершил на могиле Петра Шевнова за упокойную литию. По окончании богослужения отец Сергий напомнил морякам-черноморцам о силе духа экипажа крейсера «Варяг». Жизнь, родине, душу Богу, честь же никому. Такой девиз был записан в актином журнале этого легендарного крейсера. Этот девиз стал той основой, которая воодушевила всех воинов-моряков в этом неравном бою, который они понесли. Приемственность поколений, патриотизм русских, а ныне российских моряков, отвага и мужество – об этом говорили у могилы героя Варяговца. Нужно, чтобы все молодые моряки знали и принимали опыт старшего поколения. Чтобы знали историю Варяга, его место в событиях, которые происходили исторических. Поэтому я здесь. По завершении торжественного митинга присутствующие возложили цветы на могилу героя Варяговца Петра Шевнова, после чего состоялось прохождение роты почетного караула. Памятные мероприятия продолжились в Князь Владимирском соборе на Центральном городском холме. У могилы прославленных адмиралов флота российского моряки-черноморцы и ветераны молитвенно почтили память вождей и воинов православных крейсера Варяг и канонерской лодки кореец. Евгения Константинова, Пресс-служба Севастопольского благочиния.